Я рад вас приветствовать, с вами снова Александр. Я хочу вам сегодня рассказать о детском автомобильном кресле от компании Heiner. Heiner вообще в целом это немецкий бренд, делает достаточно хорошую качественную продукцию, имеется ввиду детские автомобильные кресла, хорошего качества. И они занимают такую интересную нишу, что-то среднее. Они в топовые решения особо не лезут, хотя у них есть пару кресел, которые конкурируют с самыми лучшими вообще на рынке креслами. Но в целом это средний ценовой сегмент. И сегодня я вам расскажу именно о такой модели. Это универсальная модель, называется она Heiner Multi Protect Aero SP. Мульти, потому что включает в себя 3 категории кресел с 9 месяцев до 12 лет. То бишь первая, вторая, третья группа. 9 кг до 36 кг. Сегодня я вам немножко расскажу, как крепится, что он из себя представляет. Сразу скажу о безопасности. Мы покупаем детские автокресла, чтобы обезопасить ребенка своего в автомобиле. В случае, не дай бог, если происходит ДТП. И этому креслу можно доверить ребенка, потому что оно заработало хорошие оценки на ADAC. А ADAC это, наверное, самый уважаемый ресурс, который проверяет автомобильные кресла на безопасность. Самый дотошный, самый профессиональный, наверное, это все-таки они. Вот. И, соответственно, получили хорошие оценки и являются очень безопасным креслом. Что касается безопасности, все здорово. Давайте теперь посмотрим, что оно из себя представляет. Так как это кресло у нас в категории 1, 2, 3, 9-месячный ребенок крепится сначала пятиточечной системой ремней. Все стандартно. Мягкие накладки везде есть. Все здорово, все хорошо. Потом ребенок вырастает. Ремни отсюда достаются. Вынимаются они тоже простым способом. Вот с этой металлической направляющей отстегиваются ремни. Вытащили, все. Кресло готово, чтобы возить ребенка от 3 лет, от 100 сантиметров ростом. Вот. Для того, чтобы отрегулировать это кресло по росту, здесь тоже, кстати, все очень просто. С обратной стороны есть специальный элемент, который помогает нам это сделать. Все. По высоте. Все. Все просто. Кстати, отвечу сразу на вопрос, который наверняка вы зададите. Можно ли это кресло превратить в бустер? Технически это возможно, но я лично не рекомендовал бы это делать, потому что бустер в плане безопасности никакой роли не играет, мне кажется. Делается это очень просто. На излом пускается спинка, и она, в итоге, если я сейчас еще дальше надавлю, она отстегнется, и будет отдельно у вас сидушка. Если это вам важно. Технически такая возможность есть. Вот. Что касается материалов, используемых в кресле. Вот в хейнере они мне всегда очень нравились, потому что вот особенно места, где тактильно ребенок касается кресла, здесь как будто что-то типа алькантары. Такой, знаете, хороший материал, приятный очень. В середине всегда используется сеточка подобная, и это помогает летом особо не потеть в нем ребенку. Вот тут реально сделали грамотно тканем. Так, что касается комфорта ребенка, тоже будут вопросы, сразу отвечу. Вообще здесь нет такой своей платформы, где вот вы наклоняете, оно там само по себе ездит. Здесь немножко все по-другому, больше ограничений, потому что универсальные кресла, они все-таки вот всегда немножко уступают отдельным группам. Она напрямую зависит, спинка имеется в виду, кресла зависит от автомобильного кресла. Вот какой угол у автомобильного кресла, такой угол будет и у этого кресла детского. Вот мы наклоняем, свободный ход спинки называется. Положение отдыха мы можем придать. Если захотите, можно чуть-чуть вперед сдвинуть кресло, основание, и наклонить назад. Тем самым мы получим достаточно приличный наклон для того, чтобы ребенок отдыхал. Это не положение лежа, но этого достаточно, чтобы ребенок уснул и голова вперед не падала. В этом плане я считаю этого достаточным. Вот, теперь давайте я вам покажу, как крепится это кресло. Пока ребенок еще маленький, здесь крепится оно будет таким способом. Мы берем, здесь вот есть на кресле специальные направляющие, в которые мы пропускаем ремень. Вот здесь сверху пропускаем этот ремень. Обязательно туда его нужно пропустить. Все, пропустили. После чего вытягиваем ремень еще. Можно двумя путями пойти. Мне кажется, вот так вот надежнее, но более удобно для ребенка будет второй способ. Я вам сейчас оба покажу. Отодвигается отсюда вот этот материал. Под ним пропускается ремень. Вот так вот в эту щелку. И защелкивается. Потом этот материал... Сейчас ремень поправлю. Этот материал ставится обратно. И получается, что ребенок сидит здесь просто на ремне. А верхняя часть под обивкой, на нижней он просто сидит. После чего нам нужно обязательно это все хорошо натянуть. И таким образом мы получаем нормальную жесткую фиксацию. Здесь нет изофикса, крепится она только так. Но этот способ не является плохим. Нет изофикса и ничего страшного. Основную роль безопасности все равно играет ремень. Если мы ремень медленно тянем, он тянется. А если не дай бог происходит ДТП, ремень моментально блокируется. И кресло, соответственно, тоже будет как вкопанное и никуда не денется. Давайте второй вариант сразу покажу. Процедура практически та же самая. Только ремень идет не под подлокотниками, а под спиночкой, под этой обивочкой. И вот с этой стороны вам виднее будет. Вот сюда пройдет. И мы защелкиваем. Тем самым полностью все ремни у нас спрятаны под материалом. Их не видно вообще. Просто натягиваем. И, соответственно, получаем практически тот же результат. Правильнее всего, конечно, крепить именно так. Если вы хотите еще сам бустер, чтобы был ремнем протянут, то это первый способ надо использовать. Но он не совсем такой, знаете. В инструкции его нет. Просто мне кажется, что вот так вот можно закрепить и нижнюю часть к сидению автомобиля. Ну, вот так вот по инструкции. Как вот сейчас. И ребенок на нем не сидит тоже. Все здорово. Поэтому вот так оно крепится. В принципе, все. По креплению тоже рассказал. По тканям вам тоже рассказал. И теперь в двух словах подытожу. Это кресло, на мой взгляд, тот случай, когда вы хотите получить хорошее безопасное кресло, но не переплачивая кучу денег. По безопасности оно от топовых, скажем так, европейских брендов, моделей хороших. Недалеко ушло. Между ними нету пропасти. И это тоже хорошее безопасное кресло. Но оно ощутимо дешевле. Ну, наверное, в два раза. Может быть, чуть меньше. Разница в цене, в общем говоря, ощутимая. Но качество достойное. Поэтому дешево-сердит. Можно смело покупать. И не переживать о безопасности ребенка в автомобиле. Поэтому, в принципе, все. По креслу вам рассказал. Я думаю, обращайте на него внимание при выборе. И в заключении, если это видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо миру автокресел за то, что предоставили на обзор это интересное кресло Heiner. Вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора для вашего ребенка автокресла. И удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok